Одна из самых маленьких стран Европы, где проживает 1 миллион 300 тысяч человек, имеет увлекательную историю и культуру. В стране активно развивают туризм, деревообрабатывающие и машиностроительные отрасли. Средняя плотность населения примерно такая же, как и в Казахстане. 99% многих услуг автоматизировано, и что вы за каждый месяц экономите бумагу высотой эфелевой башни. Это очень впечатляет. Вы знаете, что наш президент Нурсанович Назарбаев принял программу цифровизации. И Западно-Казахстанская область является пилотным регионом по цифровизации услуг здравоохранения и по цифровизации образования. Но и на этом мы не останавливаемся. Президент страны в своем послании ежегодно отметил по внедрению принципа «Смарт-сити». Поэтому мы в городе Уральске начали пилотный проект «Смарт-Уральск». Двухсторонняя торговля между Казахстаном и Эстонией не отличается высоким оборотом. На данный момент она составляет 40 миллионов евро. Сегодня посетили машиностроительный завод и еще завод, где производят окна, эти пакеты. И просто это наша первая визита здесь. И для этого просто надо собирать чуть-чуть информацию. Но здесь, как мы уже говорили раньше с господином Акиновым, мы видим хороший потенциал. У нас есть здесь контакты уже, которые конкретно здесь на месте работают с вашими людьми, имеют хорошие контакты и имеют уже конкретные планы. Но поскольку они все-таки еще, скажем, в первоначальном этапе, тогда просто... В каких сферах хотя бы? Мы скажем, машиностроение во-первых, конечно. Что мы можем сделать в области туризма. Здесь области торговли, обмена торговли. Например, у нас, как вы уже отметили, очень привлекательные такие продукты деревянные, скажем, дома деревянные. Потом наши продукты, которые могут интересовать вашу промышленность. Именно аппараты, скажем, цифровые решения. В прошлом году Эстония посетила свыше 10,5 миллионов туристов. И это почти в 10 раз больше, чем все население страны. В Европейском Союзе это считается одной из очень быстро развивающих стран, которая имеет самый маленький долг в мире. Страна, которая по автоматизации обогнала многие страны, где здравоохранение, где образование идет на очень высшем, высоком уровне. Исходя из этого, мы сегодня рассказывали, о каком развитии может идти речь между нашими странами, в том числе с нашей областью. В этом году ожидается ответ на визит западно-казахстанской делегации в Эстонию. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабрев, ТДК-42.